Оказавшись в столице, вор времени зря не терял и принялся заводить полезные знакомства с местными авторитетами, мечтая, что со временем он сможет собрать свою армию, вернуться в Иркутск и все расставить там по местам. Однако даже в Москве бойцу не удалось скрыться от киллеров. Смерть подстерегла его 20 февраля 1999 года на Мосфильмовской улице. Накануне боятся его охранник Андрей Верещагин прибыли с дружеским визитом к знакомому вору, у которого решили заночевать. Утром они вышли из подъезда и направились к своей машине, совершенно не обращая внимания на припаркованные неподалеку Жигули и BMW. Как оказалось, зря, в салонах этих авто сидели бандиты, которые, едва завидев цели, открыли по ним шквальный огонь. Прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть, боец и его телохранитель были изрешечены пулями и не подавали признаков жизни. Немногим позже на улице дружбы стража порядка обнаружили тот самый BMW, на заднем сиденье которого лежали два пистолета пулемета. То, что действовали не дилетанты, а профессионалы, стало ясно сразу. Рукоятки оружия были обернуты мятой фольгой, с которой невозможно снять отпечатки пальцев. Убийц бойца так и не нашли. Похоронили ворона на Воленинском кладбище в Иркутске. На его могиле установлен обычный, без лишнего пафоса памятник с надписью, помним, любим, скорбим, такая же плита венчает могилу Погребенова рядом с шефом телохранителя Андрея Верещагина. Впрочем, при жизни боец успел воздвигнуть себе другой памятник, нерукотворный. В сети по сей день гуляют стихотворения, которые нередко цитируют как поклонники бойца, так и те, кто понятия не имеет, чем на самом деле был славен Сергей Бойцов. Учитесь управлять собой, во всем ищите доброе начало, и спорясь с трудной судьбой, умейте начинать сначала, споткнувшись, самому вставать, в себе самом искать опору. При быстром продвижении в гору, друзей в пути не растерять. Не злобствуйте, не исходите ядом, ищите лишь добро везде. Особенно упорно в тех, кто рядом, умейте радовать друзей. Несчастья скоро все уйдут, не умирайте, пока живы. Ведь беды тоже устают, и завтра будет день счастливый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok